Добрый вечер! Сердечно приветствую всех! Сегодня мы с вами поговорим о польском языке без акцента. Для начала я хотел бы узнать, хорошо ли меня слышно, поэтому просьба написать это в чате. Так. Тогда мы начинаем. Добрый вечер! Сердечно приветствую всех! Темой нашего семинара сегодня является польский без акцента. Во время нашего вебинара мы поговорим об особенностях польского произношения, о польских гласных, о польских согласных, шипящих согласных, носовых гласных и полугласных. И мы выучим несколько наиболее употребляемых фраз. Итак, особенность польского произношения. Главной особенностью польского произношения является то, что все гласные в польском языке произносятся четко, без редукции, то есть так, как они написаны. Так, как будто бы каждая из этих гласных стоит под ударением. Давайте посмотрим первый слайд нашего вебинара. Гласные польского языка. В польском языке есть шесть гласных звуков, как в принципе в русском, украинском или белорусском. Первый гласный А. А на письме обозначается латинской буквой А. Давайте посмотрим, как читается этот звук. А Абетка А Аграфка Абетка Это булавка, это азбука, аграфка, булавка. Следующий звук Э Произносится чуть более напряженный, чем в русском языке, но в принципе практически такой же, как и в русском языке. Итак, ЭХО ЭДУКАЦИЯ ЭХО так и будет ЭХО ЭДУКАЦИЯ значит образование. Следующий звук И. Звук И тоже очень похож в польском языке на русский И. Чуть-чуть напряжение произносится И. Играет такую же роль, как и в русском языке. То есть согласные, которые стоят перед этим звуком, смягчаются. Мы посмотрим это чуть-чуть попозже, а сейчас давайте произнесем звук И. И. Иглица. И. Индик. Иглица. Шпиль. Индик. Индюк. Следующий звук О. О произносится напряженно и всегда четко. В отличие от русского языка, он никогда не переходит в А. В русском языке мы пишем в слове МОЛОКО три буквы О, а произносим только один звук О в самом конце. В польском языке это недопустимо. Независимо от того, стоит ли этот звук под ударением или не под ударением, он должен четко произноситься как О. Например, ОКНО. ОКО. ОКНО. ОКНО. ОКО. ГЛАС. ПЯТЫЙ гласный это гласный У. Гласный У практически такой же в польском, как и в русском, тоже произносится чуть более напряженно и четко. Давайте попробуем вместе его произнести. У УСНЫЙ МУЙ УБОГИ. УХО. В польском языке этот звук передается двумя буквами. О с черточкой, которую еще называют по-польски ОКРАСКОВАНУ, или латинской буквой У. И в первом и во втором случае он произносится как У. и то есть одинаково принципиальной разницы между этими словами нет. Но просто есть особенность в написании этих букв. Буква ОС черточкой как правило используется в тех словах, которые существуют и в других славянских языках, в частности в русском. И в этих языках в русском на месте где в польском мы произносим У стоит О. Например, по-русски мы говорим МОЙ, по-польски МУЙ. И там используется это О с черточкой. И наконец последнее звук это И. И произносится так же как и в русском языке И ДИМ ДИВАН Еще раз ДИМ так и будет ДИМ ДИВАН это ковер. Это так называемый ложный друг переводчика. Когда нам кажется, что мы знаем это слово, а в другом языке оно обозначает совсем другое. Итак, в польском языке слово ДИВАН обозначает ковер. Следующее. Хотел бы обратить ваше внимание. В подавляющем большинстве слов польского языка ударение ставится на предпоследний слог. И тех слов, которые мне подчиняются этому правилу совсем немного. Это в основном слова иностранного происхождения. Например, слово МАТЕМАТИКА. А сейчас давайте попробуем прочитать польские слова. Первое слово, которое вы видите здесь КОЛОРОВЫЙ КОЛОРОВЫЙ Цветной Следующее слово АУТОРИТАРНЫЙ 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 Дальше идет ЕУРОПЕЙСКИЙ ЕУРОПЕЙСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ Четвертое слово ЗНАКОМИТЫЙ ЗНАКОМИТЫЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И последнее слово на этом слайде ЗАУФАНЫЙ ЗАУФАНЫЙ ТОТ, КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ Вот основная информация касательная польских гласных Еще раз хочу повторить что все гласные нужно произносить четко Согласные которые стоят перед звуком И как правило смягчаются А согласные которые стоят перед звуком И остаются всегда твердыми А сейчас мы переходим с вами к изучению согласных звуков польского языка Итак согласные звуки в польском языке Особенностью их является примерно то же что и в русском языке Есть звонкие согласные и есть глухие согласные Как и в русском языке Звонкие согласные если они стоят в конце слова оглушаются и переходят в соответственный им глухой согласный Давайте посмотрим на примере Первый согласный у нас Б Б произносится он точно так же как в русском языке если стоит перед гласным звуком А вот если он стоит в конце слова то произносится как звук П Давайте посмотрим Первое слово Балет 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 И последнее слово в этом разделе Краб Краб То же самое что и в русском Краб Следующей особенностью этого звука является то что если он стоит перед звуком И то он смягчается Давайте прочтем второе слово Битый 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 А если он стоит перед И после которого идет другой гласный то он считается примерно так же как и в русском языке перед иотированным гласным Например слово ТОБЕ ТОБЕ ТЕБЕ Б в слове в польском ТОБЕ произносится точно так же как Б в русском слове ТЕБЕ Следующий звук Ц Звук Ц всегда твердый И произносится он точно так же как русский звук Ц Например ЦЕНА 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 КОЦ КОЦ Одеяло Следующий звук Д Д как и Б в конце слова произносится как Т оглушается Давайте посмотрим как это происходит Первое слово ДАНЫ ДАНЫ ДАНЫЕ Следующее слово ДЫНЯ ДЫНЯ ТЫКВА Очередной ложный друг переводчика нам кажется что это ДЫНЯ а на самом деле в польском это слово значит ТЫКВА И наконец слово ПОТ ПОТ То же самое произносится точно так же как и в русском языке слово ПОТ предлог ПОТ Следует отметить что звук Д в отличие от Б не бывает мягким и всегда произносится твердо Следующий звук несколько необычен его нету в русском языке он произносится слитно ДЗ ДЗ если стоит перед гласной или перед звонкой согласным или Ц если стоит в конце слова например ДЗВОН ДЗВОН колокол ДЗБАН ДЗБАН кувшин и теперь ВЕЦ в конце слова он оглушается нет звука нет звука есть звук есть звук спросим у нашего модератора сейчас можно продолжать спасибо ВЕЦ ВЕЦ знай Следующий звук Ф Ф произносится как русский Ф Например ФАЙКА ФАЙКА ТРУБКА ТРУБКА Звук Ф может быть мягким если он стоит перед звуком И ФИГУРА 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 или ОФЯРА ОФЯРА ЖЕРТВА ФИГУРА Следующий звук Г Звук Г ЗВОНКИЙ Но если он стоит в конце слова то он оглушается Посмотрим как произносится этот звук Г ГАРНИТУР ГАРНИТУР КОСТЮМ Может быть мягким ГЕР ГЕР Это от слова ИГРА РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕТ НА ЧИСЛА СЛОВ ИГРА ИГР ГИТАРА 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 А вот если он стоит в конце слова то он переходит в К РУК РУК РОГ или УГОЛ Следующий звук Х Звук Х произносится примерно так же как и в русском языке Звук Х может изображаться двумя способами Первый способ это буквой Х Вот она у нас написана идет сразу же после буквы Г Х Тогда он произносится как Х Например ХАФТ ХАФТ Вышивка Или ХИПНОЗА ХИПНОЗА ГИПНОЗ Видите здесь Х стоит перед И и поэтому смягчается А может он так же обозначаться на письме с звукосочетанием ЦХ и точно так же произносится как Х Например ХЕМИК ХЕМИК ХИМИК ТЕХНИК 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 Следующий звук Й Звук Й произносится всегда как Й как в русском языке Например ЯГОДА 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 ЕЙ 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 Следующий согласный согласный К Согласный К произносится как и в русском языке К Например в слове КОТ КОТ по-польски и по-русски означает одно и то же Если он стоит перед И то он смягчается Например КИБИЦ КИБИЦ БОЛЕЛЬЩИК Или КЕДЫ КЕДЫ КОТ 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 Обратите внимание на то, что после звука Г или К никогда не может идти звук И только И или любой другой звук но И твердый быть не может Следующий звук Л Л Это особый звук в польском языке Это нечто среднее между русским Л В слове ТРЕЛЬ например И Л В слове ЛОМ Поэтому он является полумягким Например ЛАС ЛАС ЛЕС Или ЛИСТА ЛИСТА СПИСОК Обратите внимание на то, что после этого звука никогда не может идти звук Л Следующий звук М Звук М произносится точно так же как и в русском языке только немножко напряженнее Например МАГАЗН МАГАЗН Еще один ложный друг переводчика и означает склад МИМО МИМО Тоже из этой же команды По-русски это слово значит НЕСМОТРЯ И наконец МЕЙСЦЕ МЕЙСЦЕ значит МЕСТО и произносится М мягко То же самое Перед И этот звук произносится мягко Следующий звук Н Звук Н произносится как в русском языке Н Например НОГА 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 Если после Н идет И то он произносится мягко Например НИСКИ 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 или НЕ НЕ НЕТ Следует обратить внимание на то что эта буква Н в польском языке имеет разновидность Она может быть мягкой когда над ней стоит такая черточка и тогда она всегда произносится как НИ Как в русском языке Например слово КОНЬ КОНЬ по-польски и по-русски звучит одинаково Или слово ПАНЬСКИ ПАНЬСКИ ГОСПОДСКИЙ Эта буква употребляется только в том случае когда Н должен быть мягкий в конце слова или перед согласным Если же Н мягкий идет перед гласным то тогда употребляется обычная буква Н с буквой И следующей за ней перед какой-то другой гласным Следующий согласный это П Согласный П в польском языке как и в русском может быть мягкий и может быть твердый Давайте посмотрим как он произносится П ПАЛЕЦ ПАЛЕЦ То же самое что и палец в русском языке ПИВО 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 Тоже ПИВО Только произносить надо четко О ПИВО И тут ПЕС становится мягким Дальше следующее слово ПЕС ПЕС СОВАКА ПЕС Следующий звук Р Звук Р в польском языке всегда твердый Произносится он твердо точно так же как и в русском языке Например в слове РЫБА РЫБА так по-польски то же самое значит что и в русском языке РЫБА Или РУХ РУХ ДВИЖЕНИЕ Точно так же как и в русском языке Следующий звук С Звук С всегда твердый и произносится так же как и русский С Например С СУХЫ СУХЫ СУХОЙ или САМ 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 После этого звука не бывает звука И Следующий звук Т Звук Т в польском языке всегда твердый Произносится примерно так же как и в русском языке Например в слове Т ТАНЕЦ ТАНЕЦ То же самое что в русском ТАНЕЦ Или ТЫ ТЫ То же самое что и русское местоимение ТЫ А вот дальше идет звук В КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ Звук В в польском языке всегда обозначается вот этой буквой в английском она называется W В В латинской языке это W А по-польски просто В Эта буква имеет свои особенности Если эта буква стоит перед гласной то она произносится как В например УВАГА УВАГА ВНИМАНИЕ Перед И буква В читается мягко например ВИНО 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 Или ВЯРА ВЯРА ВЕРА А вот если эта буква стоит даже после глухого согласного то оно переходит в Ф даже несмотря на то что за ним идет гласный Например в слове ТВАРДЫЙ ТВАРДЫЙ ТВЕРДЫЙ по-польски это звучит ТВАРДЫЙ потому что перед Ф стоит глухой Т или в слове КРЕФ КРЕФ это значит кровь по-русски КРЕФ в этом слове В стоит в конце и читается как Ф Давайте еще раз прочтем УВАГА 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 ВИНО 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 ВЯРА ВЯРА ТВАРДЫ ТВАРДЫ КРЕФ КРЕФ И наконец завершает этот ряд согласный звук З Звук З обозначается на письме буквой З и по такому уже принципу как и другие польские звонкие согласные оглушаются если стоит в конце слова Давайте произнесем его вместе З З Например в слове ЗАДАТОК ЗАДАТОК или ЗНОВУ ЗНОВУ ЗАДАТОК означает ЗАДАТОК А ЗНОВУ СНОВА Здесь в этих случаях звук З идет перед гласным А или перед Н который не является глухим и поэтому он произносится четко как З А вот в слове ГАЗ он стоит в конце и поэтому произносится глухо ГАЗ как и в русском языке А следует отметить что этот звук не бывает мягким и после него не бывает И звука И Но эти согласные польского языка еще не все мы сейчас поговорим об особом виде польских согласных это шипящие согласные шипящие согласные согласные с надстрочными знаками в польском языке шипящие бывают бывают либо твердые как например Ч или Щ либо мягкие либо твердые как например Ж или Ш либо мягкие как например Ч или Щ в польском языке шипящие бывают и твердыми и мягкими в зависимости от того как они написаны Итак давайте посмотрим на первую пару согласных шипящих согласных это согласный Ч согласный Ч может быть мягким если он обозначается буквой Ц за которой идет буква И и также если он обозначается буквой Ц над которым стоит такая черточка и он произносится мягко еще чуть-чуть даже мягче чем в русском языке Ч например Ч Ч для удобства мы будем обозначать мягкость шипящих звуков мягким знаком вот как здесь Ч Ч Тихий или Знач Знач Знать А теперь обратите внимание на следующее слово Ч Ч Ч Ч Пирожное Если после звука Ч стоит И и дальше идет согласный то И читается А вот если после звука Ч идет И и дальше идет гласный то И не произносится Оно служит Эта буква служит лишь для того чтобы мы знали что в данном случае буква Ц произносится как мягкий Ч Поэтому здесь в этом слове будет просто Частко Пирожное А вот следующий согласный глухой и шипящий Ч Он твердый и произносится всегда твердо На письме он обозначается буквами Ц З Произносится как Ч Например Чистый 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 Чоснег Чоснег Чеснок Очень важно при произношении обращать внимание на мягкость или твердость этого шипящего Еще раз Ц в сочетании с буквой И произносится как мягкий Ч Также он произносится мягко если над этой буквой Ц стоит черточка А вот в сочетании с буквой З он произносится как твердый Ч Ч Чистый Чоснег Следующая пара это звук Дж Звук Дж произносится как мягкий Дж Он на письме обозначается либо тремя буквами это Д З И Либо Д и З над которой стоит черточка Например Дживный Дживный Странный Детско Детско Ребенок Дитя Если же звук Д З и с черточкой стоит в конце слова то тогда он оглушается и произносится как мягкий Ч Например Хоч Хоч Уйди Также хочу обратить ваше внимание Как и мягкий Ч который мы только что рассмотрели который обозначается буквой Ц и И Звук Дж тоже может обозначаться с помощью буквы И И вот эта буква И произносится только в том случае если после нее стоит согласный Если же после нее идет гласный то она не произносится и служит только для того чтобы показать что это звук следующий звук что вернее перед ней стоит звук мягкий звук Дж Детско Следующий звук будет мягкий звук Щ Он несколько похож на русский звук Щ Произносится мягко и не так долго как в русском языке Итак звук Щ На песне он обозначается буквой С после которой идет И либо буквой С над которой стоит черточка Посмотрите Щ Щ Щильный Сильный Щано Щано Сено Или Вещ Вещ Село У этого звука мягкого звука Щ есть твердый собрат звук Ш который произносится всегда твердо как в русском языке звук Ш Звук Ш в польском обозначается с помощью двух букв С З и произносится всегда твердо Широкий Широкий Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Широкий значит широкий Ш Ш Значит сабля Ш Ш Значит шьешь Обратите внимание этот звук всегда твердый и после него не может идти звук И Следующий звук Ж Мягкий Ж который обозначается на письме буквами З З И или З с черточкой Он всегда мягкий и он может обозначать либо звонкий Ж либо если он в конце стоит слово то тогда он обозначает мягкий Ш Давайте посмотрим как он произносится Ж Жимный Жимный Холодный Ж Жимовый Жимовый Зимний Если после звука З после буквы З стоит буква И и дальше идет согласный после И то тогда И произносится как только что я прочитал Жимный Жимовый Если же после буквы И стоит гласный то тогда И не читается и служит только для того чтобы показать нам что перед ней идет мягкий Ж Жарно Жарно Зерно или Мрожный Мрожный Морозный А вот в конце слова этот звук произносится глухо Вещ Вещ Вези Следующий звук это его твердая противоположность который на письме обозначается буквой З с точкой или с буквосочетанием РЗ Как и его мягкий собрат он может произноситься как Ж или как Ш в конце слова Но всегда произносится твердо Давайте посмотрим как он произносится Ж Жито Жито Рож Ж Живы Живы Живой Жибы Жибы Грибы А вот в конце слова он произносится твердо НУШ НУШ НОЖ И как и звук В он произносится глухо если стоит после глухого согласного Например в слове ТШЕЧИ ТШЕЧИ ТРЕТИЙ И еще одна пара согласных шипящих звуков тоже пара мягкого и твердого Это сочетание ШЧ 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 в польском обозначается либо тремя буквами это С с чуточкой Ц после которой идет И если либо двумя буквами С и Ч и Ц над каждой из которых стоит черточкой произносится он мягко Ч Давайте послушаем НЕШЧ НЕШЧ НЕСТИ или ВЕЩЧИЧ ВЕЩЧИЧ Извещать А вот его противоположность твердая обозначается на письме четырьмя буквами С З Ц З И произносится твердо Ш ШЧ Ш Ш ШИТ ШИТ Вершина горы ШЧУПАК ШЧУПАК ЩУКА ШЧИПЦЕ ШЧИПЦЕ ЩИПЦЕ После этого твердого согласного никогда не может идти звук И Всегда произносится твердо Вот вся информация о шипящих звуках в польском языке Еще раз хочу повторить что шипящие звуки в польском языке могут быть твердыми и могут быть мягкими И вот твердые звуки они всегда бывают твердыми А мягкие звуки Они всегда мягкие И следует при произношении следует за этим следить И наконец у нас есть особый раздел Это раздел посвященный полугласному звуку О и носовым гласным Сначала давайте разберем полугласный У Полугласный У произносится не совсем так как в английском У совсем закрыто А губы чуть-чуть расширены О О Они не смыкаются полностью как в английском языке И в принципе это считается полугласным но ближе он к согласным Итак обозначается этот звук перечеркнутой буквой L наискосов которая перечеркнута Например ВУК ВУК Арка УАСКА УАСКА Милость ГЕУДА ГЕУДА БИРЖА ШЭДУ ШЭДУ ШОУ НЕСВА НЕСВА Ещё раз хочу обратить ваше внимание на произношение данного звука Он произносится путём округления губ Но в отличие от английского ГУБ губы полностью не сходятся Остается достаточно большой промежуток У УК УАСКА ГЕУДА ШЭДУ НЕСВА Далее я хотел бы поговорить о носовых глазах Есть в польском языке две буквы Это буква А и буква Э которые так называемые хвостатые Буква А с хвостиком и буква Э с хвостиком Эти гласные обозначают носовые гласные звуки Они имеют свою особенность В зависимости от того Перед каким звуком стоит этот гласный То есть перед каким согласным звуком стоит этот гласный Он произносится по-разному Итак Буква А с хвостиком Она произносится вообще-то как звук О А вот Как Какой О Мы сейчас рассмотрим А буква Э с хвостиком произносится как звук Э Правила чтения их одинаковы Если эти буквы стоят перед звуком Б или П То тогда они произносятся как ОМ или ЭМ Например ЗОМБ или КОМПАЧ ЗОМБ ЗУБ Или КОМПАЧ КУПАТЬ А вот Э с хвостиком произносится точно так же как ЭМ Тоже перед этими же звуками Например ПОСТЕМП ПОСТЕМП ПРОГРЕС Или ЗЕМБЫ ЗЕМБЫ ЗУБЫ Перед звуками Т Д Ц ДЗ Дж Эти буквы произносятся как ОН ОН Например СЛОВО КОНТ КОНТ УГОЛ ДОКОНТ ДОКОНТ КУДА ГОРОНЦО ГОРОНЦО ЖАРКО МОНДРИ МОНДРИ УМ Или ПРЕНТКО ПРЕНТКО БыстрО БЕНДЕ БЕНДЕ Буду Я буду Ты будешь Он будет Это просто опечатка Дальше ЗАЕНТЫ ЗАЕНТЫ ЗАНЯТОЙ НАКРЕНЦА НАКРЕНЦА ЗАВОДИТ Если же Звучит После ЭТОЙ БУК СТОИТ ЗВУК ДЖИ Или Ч То тогда Они произносятся Как ОНЬ Или ЭНЬ Например СОНДЖИЧ СОНДЖИЧ СУДИТЬ СГИНОНЧ СГИНОНЧ ПОГИБНУТЬ Или РЕНЧНЫ РЕНЧНЫ РУЧНОЙ ПЕНЧ ПЯТЬ Если ЭТИ БУКВЫ СТОЯТ Перед ПОЛУГЛАСНОГО О Или СОГЛАСНОГО Л То они Произносятся Как Обычные ГЛАСНЫ О Или Э Например МИНОУ МИНОУ МИНОВАЛ Или МИНЕЛА МИНЕЛА МИНОВАЛА МИНЕЛИ МИНОВАЛИ А вот В конце слова И перед остальными согласными Они произносятся в нос Несколько напоминает Французский ОН ЭН А если стоят перед Г Или К То напоминает Английский В таких же самых Словосочетания Буквосочетания Давайте попробуем ЧИТАЮЩ 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 ЧИТАЮТ МОНЖ МОНЖ МУЖ ВОНСКИЙ УЗКИЙ ОКРОНГЛЫЙ ОКРОНГЛЫЙ КРУГЛЫЙ МОНКА МОНКА МУКА Или «хцен», «хочу», «генстый», «густой», «прошен», «прошу», «вэнх», «обоняние», «рэнка», «рука», «потенга», «мощь». Еще раз хочу обратить ваше внимание, там опечатка, там должно быть слово «бэндэн», читается не «бэндэн», а «бэндэн», «буду», «я буду». Итак, это особенность польского языка, то есть наличие носовых гласных и полугласного «в». Ну и в завершении давайте попрактикуемся еще в некоторых словах. Некоторые слова неславянского происхождения произносятся особо. Эти слова, общее для них то, что после некоторых согласных сочетание «и» плюс гласный произносится не мягко, оно не смягчает, а наоборот делает предыдущий согласный твердым. Например, слово «радио», 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 «партия», 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 «хистория», «история», «армия», 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 «беология», «биология», «беология». Биология. Данья. Я вам раньше говорил, что после Д, Т и Р не бывает И. И вот эта вот буква И, которая здесь все-таки стоит, она не смягчает Д, Т и Р, а наоборот. Перед этой буквой Д, Т и Р произносятся твердо. Еще раз. Радио, партия, история. Точно так же армия, биология, данья. Обратите внимание, эти слова, эти польские слова, имеют примерно такие же аналоги в русском языке. Радио, партия, история, армия, биология, данья. Но все эти слова не славянского иностранного происхождения. Поэтому они произносятся вот таким образом. И, наконец, мы должны с вами выучить несколько полезных фраз. Первая фраза. День добрый. День добрый. В переводе это означает добрый день. Но эта фраза употребляется с самого утра. Поляки не говорят, как в русском языке, доброе утро. По-польски они, если встретят вас утром рано, все равно скажут День добрый. Следующее. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Обратите внимание на твердое произношение звука Ч. Дальше. Доброй ночи. Доброй ночи. Спокойной ночи. Следующие две фразы переводятся примерно одинаково. Я к чему маш. Я к чему маш. Или цо свыхач. Цо свыхач. Как дела? Вот здесь в слове свыхач Ч мягкий, а в слове маш Ш твердый. Дальше. Я к чему чуешь. Я к чему чуешь. Как поживаешь. Как себя чувствуешь. Чуешь. В слове чуешь, твердый Ч и Ш. Далее. Денькуян. Денькуян. Добре. Денькуян. Добре. Спасибо. Хорошо. В слове денькуян два носовых гласных. Денькуян. Добре. Дальше. Як ми мило жечен спотыкам. Як ми мило жечен спотыкам. Очень приятно встретить тебя. И очень приятно, что встретил тебя. Прошен хвилечкен зачекач. Прошен хвилечкен зачекач. Пожалуйста, подождите минутку. Немножко. В польском языке форма прошен относится и к тому человеку, с которым вы на вы, и с которым на ты. У нас говорят, пожалуйста, подожди или подождите. А они говорят, прошу минутку подождать. Получается, прошен хвилечкен зачекач. И это прошен относится и к тому человеку, с которым вы на вы, и с которым вы на ты. И, наконец, до видзения. До зубачэння. Синоним. До видзения. До зубачэння. До свидания. И так, наш вебинар подошел к концу. Я благодарю вас за внимание. Дякую вам за внимание. Жучу всем, wszystkiego, найлепшего. Жучу всем, wszystkiego, найлепшего. И до зубачэння. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok